В предстоящую субботу во Дворце культуры Арктика стартует новый творческий сезон. Так, 28 сентября состоится традиционный концерт и снова здравствуйте. О нововведениях в работе образовательного учреждения и других ближайших мероприятиях в интервью нашим коллегам рассказал директор Дворца культуры Александр Бурдыка. Александр Николаевич, у нас вот-вот уже начнется новый творческий сезон во Дворце культуры Арктика для всех творческих объединений, артистов и так далее. И как я понимаю, это будет какое-то специальное мероприятие, специальный концерт как раз-таки в честь открытия. Традиционно мы открываем творческий сезон. В этом году на сцену выйдут коллективы, вновь лучшие коллективы Денисского автономного округа, Дворца культуры Арктика. 22 сентября мы всех приглашаем на открытие очередного творческого сезона Дворца культуры, так как Дворец культуры является преемником Дома культуры, которому в этом году исполнилось бы 74 года. Поэтому мы открываем 74-й творческий сезон. Будем удивлять, будем радовать. В этом году мы запускаем еще одно направление. Это виток «Духовой оркестр», набор, который уже производится. Специалист, который у нас приехал, Сергей Сватковский, этим занялся достаточно активно. Приглашенный специалист непосредственно. Приглашенный специалист, да, потому что своих духовиков у нас, к сожалению, те, которые могли бы заниматься этим направлением, не было. Вот в сентябре месяце он прибыл к нам в Наринмар и активно развивает это направление. Также у нас запланированы гастроли Московского театра юного зрителя имени Нонны Гришаевой, которые будут проходить у нас 23-24 сентября, сразу после открытия творческого сезона. Это два детских спектакля, которые можно также посетить будет. Представление будет интересное достаточно. Я думаю, не только для детей, но и для взрослых. Ну, а также концерты, звезд, российские эстрады, которые у нас будут проходить в течение всего года. А также мы будем удивлять своими мероприятиями, будем стараться делать качественные, хорошие продукты, для того, чтобы наш зритель получал эстетическое удовольствие. Кроме, если, да, кружка с духовыми инструментами, вот какие-то еще, может быть, есть, да, новые, опять же, кружки? Вы знаете, нет, во дворце культуры открывается именно это направление. По линии этнокультурного центра, где находится большая часть сейчас творческих коллективов, детских творческих коллективов, по-прежнему работают все, которые осуществляли свою работу. Театральные студии, хореографические студии, значит, в общем-то, вокальные. На сегодняшний день духовое направление – это единственное пока то, что мы открыли новую дисциплину. А как обстоят дела у нас с новым кинозалом непосредственно? По новому кинозалу у нас уже ведутся работы, то есть у нас готова проектная документация, она утверждена уже, проходит аукционная процедура, и, в общем-то, реконструкция уже непосредственно сами работает, вот-вот начнутся, а мы планируем его к первым числам декабря уже запустить. В оборудовании, все необходимое оборудование для кинозала уже закуплено, оно выделено по линии фонда кино, поэтому оно находится уже здесь. Ждем только ремонтных работ именно по самому кинозалу, по строительству гребенки для этого зала. Кресла у нас уже тоже должны подойти сейчас в Петербург, они изготавливаются по специальному заказу. Поэтому, в общем-то, все на завершающей стадии, поэтому, да, проектная работа заняла достаточно большой период времени, поэтому, скажем так, возможно, мы бы открылись раньше, но реконструкция есть реконструкция, без проекта никуда. В целом, какие вы ставите для себя задачи для Дворца культуры, для творческих коллективов на этот год? Ну, мы всегда пытаемся удивлять наших зрителей, поэтому ставим новый репертуар, берем, учим, пробуем на сцене. Ну, и, естественно, это и новые театрализованные представления, и концертные программы, как с лучшими мировыми хитами, так и с вновь изданными произведениями. Поэтому я надеюсь, что мы постараемся держать марку ведущего учреждения культуры в округе. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста. Спасибо.